Малый и средний бизнес назвал наиболее пострадавшей отрасли от вынужденного простоя во время карантикул, и это ресторанный бизнес, почти 82% респондентов уверены, что рестораторам будет крайне сложно выбираться из ямы. Это индустрия моды и красоты, парикмахерские салоны, барбершопы, фитнес-клубы. 61% опрошенных предпринимателей считают, что коллегам, работающим в этом направлении, тоже придется понести серьезные потери, ну и по производству, конечно, случившееся не могло не шарахнуть. 50% так ответили, мы сейчас не о промышленности говорим, имеется в виду какое-то небольшое производство товаров народного потребления, продуктов питания, ну вы понимаете, чем это чревато, а тем, что после окончания режима изоляции огромное количество фирмы-фирмочек из данного списка просто закроются. Люди, которые в них работали, отправятся на биржу труда и приткнутся куда-то смогут очень нескоро, потому что спрос, естественно, значительно превысит предложение, а это неизбежно приведет к тому, что зарплаты снизятся, то есть уровень жизни наших соотечественников в очередной раз упадет. Он и без того был невысоким, многие тупо выживали, пытаясь свести концы с концами, а теперь вообще на голодный паек люди сядут, про налоги молчу. Ежу понятно, что чем меньше налогоплательщиков останется, чем ниже доходы граждан, тем меньше отчислений получит казна, поэтому, господа бюджетники, вы также особо не радуетесь и вам прилетит. Но самое смешное, в 83% участников того опроса опрашивали, напомню, предпринимателей, не надеются на помощь от государства. Круто, ребята, мы с вами с колен встали. 20 лет оглядывались на страшные 90-е, говоря, ой, не дай бог, а привели нас в конечном итоге к тому же самому. Плыви мой челн по воле волн, кнопка Путин, помоги, больше не работает. Начинаем! Соловьев-то как жопу вылизывал Путину. Бедный, бедный Вова Путин. Дамы и господа, рекомендую просмотру дружественный с нами ютуб-канал АРУ-ТВ. АРУ-ТВ это партизанское телевидение, а еще это мнение авторитетных экспертов. Артемий Троицкий, кстати, много раз был у меня гостем на стриме. Леонид Радзиховский, Арни Вайлда, Виктор Шендерович, Владислав Иноземцев и Валерий Соловей. Жесткая политическая сатира, время врать. Там о Путине, о Лукашенко, о чиновниках, вороватых, разумеется, куда же без них. Общество с ограниченной ответственностью РПЦ, в общем, тоже вниманием не обходят. Почем опиум для народа? АРУ-ТВ это антипропагандистский проект для жителей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, да и вообще для всех русскоговорящих, кому интересно, что на самом деле творится у нас дома. Не поленитесь, перейдите по ссылке в описании, посмотрите пару-тройку программ, наверняка вам понравится. Ну и подписывайтесь на АРУ. Ребята молодцы, полезное дело делают. Здравый смысл. Connecting people. Кстати, о Путине. Слушайте, а я вообще уже не понимаю, что происходит. У нас кто в стране командует? Вы тоже не знаете. Мне, например, последние события все больше напоминают какую-нибудь песню на иностранном языке, на китайском. Скажем, вроде поют люди о чем-то, а про что поют яхэзэ. Вот и в случае с этим недокарантином та же история. 11 мая великий кормчий выступил перед нацией. Сообщил всем нам, мол, пора завязывать с этим сидением дома. Давайте выходить, начинать восстанавливать экономику, в принципе восстанавливаться. Иначе как жить-то дальше будем? Уважаемые друзья, мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Но недолго музыка играла, недолго россиянин танцевал. Уже на следующий день вассалы Владимира Владимировича на местах, губернаторы, мэры, один за другим стали делать заявление из разряда «Постой, паровоз, не стучите колеса». Самоизоляция подливается, вот это поворот. Меня отпустили. Не имеешь права, старший приказал. Давай-давай, шагай. Нет, ну старший приказал. Более того, систему штрафов же для населения ужесточили. Теперь у нас есть штрафы просто за выход на улицу. За выход на улицу без средств защиты, маска, перчатки. Кстати, это при том, что сами авторы законов о штрафах про маски еще недавно заявляли. Будь то толку от этих масок ноль. Вот, пожалуйста, губернатор Санкт-Ленинграда Беглов. Я много консультировался с врачами. Они все в один голос говорят, академики, рядовые, что маска не работает. Ну да бог с ним, не забываем о штрафах за нарушение пропускного режима. А я напоминаю, что в ряде городов, в частности в Москве, в Питере, в Казани, такой режим введен и действует. То есть пропуск необходимо получать едва ли не на все случаи жизни, в том числе для похода в магазин. А на днях до кучи МВД россиян порадовало. Скорее всего, за отказ от прохождения теста. На коронавирус штрафовать начнут. Предполагаемый размер грабежа, простите, наказание до 15 тысяч рублей. Короче, друзья, отныне у нас с вами есть штрафы на все случаи жизни. Иными словами, что бы ты ни делал, как бы ни пытался лавировать, от штрафа все равно не уйдешь. Помните, смеялись все над сказкой Чаполина. Российские власти принца Лимона переплюнули. Ты теперь, можно сказать, должен всегда просто за то, что живешь в самой прекрасной стране в мире. Это реальная журналистика новости из дурдома. Снова с вами. Поехали. И еще немного о штрафах. В столице за нарушение режима самоизоляции оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида. То есть человек вообще не встает, но режим изоляции каким-то образом умудрился нарушить. 4 тысячи прилетело. Как потом выяснила пострадавшая, недавно ей поставили диагноз RV. А согласно распоряжению властей, все москвичи с таким диагнозом тоже обязаны установить к себе на телефон мобильное приложение социальный мониторинг, где отметится, мол, я заболел. Впрочем, даже если бы и хотела оштрафованное такое приложение установить, у нее бы все равно ничего не вышло. Телефон у дамы обычный, не смартфон. Но кого из чинуш это волнует? Они ведь как в небезызвестной рекламе заботятся о нас и о нашем здоровье. Так о чем мы начинали? Ах да, мы же о верховном правителе говорили, который что-то там лопочет постоянно. А зачем лопочет? Все равно на все его ЦУ его же подчиненные чиновники плюют. Ну, в одной из прошлых программ, помните, рассказывал вам, как в Нижегородской области сотрудники скорой помощи пожаловались на невыплаты обещанных Путиным доплат в 50 и 25 тысяч. Их еще тамошний министр здравоохранения провокаторами обозвал. Ага, да царя, видимо, каким-то чудом. Та информация дошла, и давай главный сокрушаться. Это что за дела? Совсем нюх потеряли? Я ж пообещал медикам, а ну опричники живо рассчитаться с холопами. Реакции, впрочем, на это грозное ай-яй-яй не последовало. Более того, сейчас выясняется, что проблема остро стоит не только в Нижнем. Кидают народ повсеместно. Уже из Красноярска крики о помощи раздались. Из Владимирской области. А это Армавир. На Кузбассе сотрудники скорой помощи и вовсе голодовку собираются объявить. Там, к слову, не только ни выплаты, ни довольства вызвали. Старая добрая история с отсутствием элементарных средств защиты продолжается. Врачи и медсестры стирают маски после каждого выезда на вызов. И снова затем в тех же масках работают. А в ящике-то, ребят, совсем другое говорят. Смотрел тут шоу Норкина на НТВ? Чув! Да мы впереди планеты всей по качеству здравоохранения. В сложившейся ситуации не сегодня, не завтра к нам американцы лечиться поедут. Уже толпы в очередь стоят. Про Кемерово и Армавир почему-то не говорил. И так вот, слушай, помимо своей работы мы занимаемся еще непонятно чем. Да и взрослые. Сыраем маски, бахилы, шапочки. Медицинский персонал, вспомогательный персонал, водители собрались в том числе в свой выходной день в связи с тем, что возмущены поведением администрации городской больницы. Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие снипы, хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квази-участники процесса, они, послушайте, их нужно, наконец, зачистить в конце концов. Надо навести там порядок. И именно, вот к этому я как раз и подвожу уже полпрограммы. Он вообще кому все это говорит, а главное для чего? Тем, к кому царь якобы обращается, им же наплевать. Вассалы уже в открытую саботируют все, что озвучивает главарь на всех этих совещаниях и видеоконференциях. Путин что-то там сказал по ящику. Спрашиваешь на месте, так вот, начальник же постановил. Отвечают, Путин постановил, к Путину и обращайся. То есть его слово, получается, больше ничего не значит. Стоп. А на кой ляг нам тогда моют мозги о необходимости принятия поправок в Конституцию? Сейчас вот опять начали, по которым Владимир Владимирович еще 16 лет на посту главнокомандующего останется. Он даже сегодня ничего не решает. Тогда зачем продлевать полномочия? У нас был уже один такой старенький президент, которого показывали народу лишь с одной целью – посмеяться. Можем повторить. В общем, господа, я вопросы сформулировал, а вы дальше сами для себя выводы делайте. Решение принимать только вам. Все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого сериала. Заходите, наслаждайтесь, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.